Божаю здоровья, шановные украинцы, украинки. Желаю здоровья, уважаемые украинцы, украинки. Провел сегодня ставку. Были доклады главкома Сырского и начальника генштаба Баргелевича относительно фронта, наших действий, наших шагов и реальной ситуации с намерениями и возможностями оккупанта. Наша задача – всеми методами и всеми силами обеспечивать постоянное эффективное поражение российских войск, их логистики, их значимых позиций не только на фронте непосредственно, но и по всей доступной глубине. Доступной нашей дальнобойности. Мы работаем с партнерами, чтобы увеличить этот наш уровень защиты, но пока решения партнеров ждем, мы ищем свои решения, свои варианты действий. Ключевое при этом – наши дроны, наша гибкость применения дронов. Украинские воины уже доказали, что являются настоящими новаторами по многим направлениям применения дронов. И это стоит продолжать, и мы будем это продолжать. Я благодарен каждому и каждой, кто с этим помогает, кто производит дроны, кто поставляет, кто тренирует операторов дронов и вообще, кто продвигает эту тему. Украинское лидерство в этом технологическом аспекте, оно действительно ощутимо. Сегодня же на Ставке подробно проанализировали наши возможности в РЭП, то, что уже делается, то, что демонстрирует реальные боевые успехи и то, что нужно сделать дополнительно. Плюс ракетная программа. Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это трудная задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров. Украина должна со временем выйти на максимальную оборонную самостоятельность. Именно такие государства всегда легче находят действенных союзников и реализуют свои интересы. Второе сегодня. Несколько международных разговоров. Был с визитом в Украине государственный секретарь Ватикана кардинал Паралин. Я благодарю за этот сигнал. Это сигнал поддержки Украины, украинцев, нашего стремления жить в собственном государстве и действительно жить мирно. Мы ценим и то, что кардинал Паралин посетил не только Киев, был еще в Одессе, Бердичеве, Львове, видел настроение наших людей, объективные потребности этого времени. Мы обсудили, что именно может быть сделано в этом году, чтобы приблизить справедливый мир для Украины. Очень важный для нас и для дела мира как такового, чтобы Ватикан был активен в защите жизни и в помощи нам реализовать формулы мира, ее пункты, особенно то, что касается освобождения пленных. Хорошие встречи, надеюсь, результаты будут. Также говорил с новым премьер-министром Эстонии, поблагодарил за поддержку, за многоуровневое наше взаимодействие. Договорились о встрече и, конечно, мы будем продолжать все наше сотрудничество, и политическое, и оборонное. И сегодня же руководитель офиса Андрей Ермак говорил с Филом Гордоном, советником по вопросам национальной безопасности, вице-президента США Камалы Харрис. Именно на уровне вице-президента Америка принимала участие в первом саммите мира. И важно, чтобы не уменьшалась динамика нашей совместной работы ради справедливого мира. Все наши партнеры на всех уровнях знают и будут знать в дальнейшем, какие перспективы есть, и что справедливый мир действительно может быть возвращен как можно быстрее. И еще одно. Я благодарю за меткость воинов нашей 110-й отдельной механизированной бригады. Сбили очередной российский Су-25 в Донецкой области. То, что нужно. Молодцы, ребята. Слава Украине!